Черенкование хвойных. Сегодня мы продолжим рассматривать то, что мы зачеренковали еще в июле. Уважаемые друзья, здравствуйте с вами Евгений Филимонов и вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик. Сегодня посмотрим как чувствуют наши черенки, что с ними и что мы с ними будем делать далее. Сегодня у нас почти 1 ноября, сегодня по-моему 30-е. Мы будем готовить их к укрытию. А теперь пойдемте в теневик и посмотрим что с ними случилось. Прежде чем начать я хочу сказать, что сезон у нас выдался очень жарким, работы было довольно таки много, поэтому снимать, извините, некогда. Вы понимаете, когда работаешь и снимаешь, это не очень получается все это. Кто этим занимается, тот меня поймет. Насчет черенков я обещал почти каждые 10 дней снимать и показывать что с ними случилось. Ну давайте пройдем на начало и посмотрим. В принципе я уже отключил туман, у нас уже было минус 3 и поэтому не видел смысла использования его. Туя вересковидная довольно таки хорошо себя чувствует, ну я по крайней мере отпада не вижу. Где-то может быть и есть конечно вот суховатая. Ну это будем смотреть по весне. На данный момент, завтра мы планируем накрыть это все, вернее сегодня. Для вас это будет в одном ролике все. Сегодня я вступление сделаю, завтра мы накроем, я покажу как, что я накрываю и будем прослеживать в течение, ну все зимы. Опять там ну раз в месяц, не знаю, сейчас обещать не буду. Ну туманные форсунки я снял, вот они стоят, шланг продул, воды нету. Здесь довольно сыро, по утрам очень сильная роса, но видно что большинство черенков прижилось. Туя вересковидная у нас довольно нормально прижилось, я думаю процентов 80. Получается, что сейчас их уже не надо поливать? Да, сейчас их не надо поливать, все они уже практически не растут. Где-то что-то сформировался, может быть калиус, может быть даже корешки небольшие. Но сейчас их даже не трогать, ничего, просто прикрыть на зиму, чтобы их не подавил снег. И тем более вверху будет сетка сниматься, поэтому мы сделаем свой еще дополнительный теневик, поставим сюда лаги, укроем сеткой, скорее всего двойной, чтобы им было тут, ну под пленку, некоторые спрашивают под пленку их надо? Нет, ни под какую пленку я их не хочу ставить, потому что не угадаешь когда снимать надо и когда ставить. Вот сейчас почти ноябрь, а солнце так печет, что там задохнуться они могут. Итак, далее смотрим, у нас тут, у нас туя нано, шаровинная, отпад процентов 30, но это явный отпад, потому что вот это к примеру, соответственно ничего нету, ну это все будем, ну вот и вот эти вот, я думаю они уже довольно таки схватились хорошо, вообще она по приживаемости очень хорошо идет. Кристина, ну-ка покажи, это не корень. Похоже на корень, если честно, причем корень, ну-ка, причем наросший корень, хотя она коричневая, коричневая, да, и не факт, что на зеленом что-то есть, поэтому может быть я даже зря его выдрал, здесь нету, может быть это веточка была просто, ну ладно, ничего, это ничего страшного, здесь стволик прогнил и скорее всего уже ничего с ним толку не будет, но это сразу видно, и вот это ну это будем разбираться весной, на данный момент просто так выдергивать их, ну можно повыдергивать, но смысла я не вижу, потом уже все разом, то что не прижим весной, потому что еще отпад будет однозначно, то есть процентов 30, шаровидная, нано из 1000, из 1200 по-моему, ну вот отпад есть, самый большой опад у нас получился среди yellow ribbon, ну я думаю, что потому что он черенковался именно в июле, когда была очень сильная жара, ну уже практически и не вытащишь его, смотри, там корни, да нету, 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 тут навряд ли корни, это надо зеленую выдернуть и смотри, что там корни, а зеленую мы не будем выдерывать, ну тоже ее около 1400, ну я не знаю, хотя бы 500 штук будет, я думаю, это сама цель вот этого всего видео, которое я снимаю про черенки, вы поймите, я хочу показать, что черенковать можно в простом обычном грунте, ничего вам не нужно, не перелита, ничего, вот песок и обычный грунт, ну чернозем, то есть и туя приживается довольно хорошо, ну дай нам бог сохранить ее, конечно, до весны и весной, весной факт, который останется зеленая, факт, что она через два месяца наберет корневую, а к следующему, к следующей осени она будет просто бомбить и вы увидите, и я думаю, я буду продолжать снимать это все, я буду продолжать снимать и показывать вам до того момента, пока что я ее не начну или рассаживать или уже продавать, ну так, у нас вересковидная, шаровидная, yellow ribbon и смарагд идет, смарагд, ну смарагд мы засеренковали самое много, это где-то примерно около двух с половиной тысяч, но опять же здесь вот можно видеть, вот здесь он зеленый, а снизу желтоватый, может быть ему уже все, а может быть не все, ну один давайте тоже вытащим, но это вообще он там не сидел практически, это так нарезали черенок, здесь тоже, видите, то есть надо ждать пока, что не наступит весна и они не пойдут, и сразу же начинать полив, усиленные туманы сразу подключать, но весной мы планируем, конечно же, зачеренковать еще одну грядку, вот эту, я думаю в марте нам теперь должно хватить, как бы сказать, ресурса для того, чтобы взять и я имею ввиду человеческого, для того, чтобы взять и зачеренковать эту грядку, да мы будем там продавать, все опять делать и отсылать посылки, но там уже более так серьезно займемся, эту грядку я за лето я планирую зачеренковать еще две грядки, то есть уважаемые друзья, следите, я буду все показывать, ну кто хочет для себя небольшое количество, да кто-то ставит под банки, там под бутылки, это тоже вариант, тоже черенкование, все, но там следить тоже надо, то есть черенкование без проблем, вот пожалуйста, не надо ни перлита, ничего другого, туя смарагд, я думаю, она у нас будет нормально, с ней все будет, вот единственное, я сделаю укрытие, покажу вам, как я делаю укрытие и конечно все зависит от погоды, какая будет погода и там мы уже рассмотрим все это и я думаю, вы все увидите, я не буду скрывать, где там отпад, сколько отпада, это просто самый легкий способ такой и дешево и сердито зачеренковать тую, чтобы она у вас была, ну да, она растет долго, ну да, мы делаем опытовые, как бы, такими объемами большими черенкуем, ну для того, чтобы продавать, да, для себя вы же можете зачеренковать буквально 20-30, ну 50, 50 черенков и пусть она растет получается сейчас уже поздно, да, на данный момент, да, сейчас поздно черенковать и я бы не советовал сейчас, это только надо опять условия создавать, вот как у меня зимние теплицы есть, да, там можно это сделать все, в зимних теплицах черенкуется довольно таки хорошо, выигрывается опять же полгода и к маю месяца она уже нарастает, но если у меня как бы не будет кроме всего прочего забот до нового года, то я попробую свои зимние теплицы уже в кассетах, у меня там я взял кассет немного, попробую зачеренковать там или скайрокет или тут же смайракт, не знаю, сейчас ничего обещать не буду, но если я начну это все делать, я обязательно сниму и вы увидите опять результат по черенкованию, ну я понимаю, что всем охота подросшая, все, ну для этого нужно терпение, но опять же мы первый год, первый год только начали черенковаться в таких объемах, раньше объемы у нас были поменьше, маленькие там чисто для себя, сейчас мы делаем у себя маточник, там маточник, я потом отдельное видео тоже сниму про маточник, там откуда мы срезаем черенки. А вот кстати вот насчет погоды, Женя, ну скажи, вот у нас все-таки осень была очень теплая, да, сентябрь и октябрь и сейчас вот уже почти 1 ноября, очень хорошая погода стоит, это им на пользу пошло, да, получается? Да, черенкование там от плюс 15 до плюс 18, это самое, ну плюс 22 самое большое и как раз такая погода стояла, это просто прекрасно и каждое утро у нас роса, это тоже, то есть туман практически не нужен, земля мокрая, сейчас мы ее запакуем, а когда начнутся морозы, конечно же ее и земли выдавит и опять же мы будем ее придавливать всю, но может когда я буду показывать это все мы сначала все накроем, потом все откроем, все уберем, опять натянем сетку, эта сетка будет убираться вверх, потому что не выдержит, не выдержит, прожилины сетка выдерживает, а прожилины не выдерживают, а здесь будет отдельно делаться влаги и ну я и соответственно сниму, да, и покажу вам все как и уже запаковываться на зиму уже конкретно, чтобы туда вообще не прикасаться до апреля месяца, в апреле месяце покрываем и смотрим что у нас тут получилось, я и вы вместе со мной, ну а чтобы видеть это все надо подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, тогда вы ничего не пропустите, я понимаю что видео выходит очень редко, сейчас просто очень много работы и так уважаемые друзья, сделали мы обрешетку для грядки под черенки, в принципе разбег разбег где-то 50-60 сантиметров, сейчас на данный момент будем накрывать сеткой, ну как в принципе накроем, я вам все покажу, в принципе такого разбега хватит, чтобы снег не проломил, но у нас такого снега не бывает сильного, а если есть мокрый, то мы спокойно можем его стряхнуть, приехать сюда, так, ну в принципе грядка у нас 14 метров, ну вот такую обрешетку я думаю если сделать, то будет довольны, им там уютно, всю зиму, и они себя будут чувствовать очень хорошо ну вот сетку скорее всего я поставлю двойную сетка 55 процентов притенения, так двойную ее и поставлю, но когда поставлю опять сниму вам и покажу все будет степлироваться, просто неохота отнимать у вас много времени, в принципе все я думаю понятно как оно будет вот такая грядка пленкой, я не накрываю, потому что боюсь что они задохнутся, сверху сетка снимется, еще раз говорю сверху сетка снимется, потому что может развалить теневик, можно изначально сделать так и потом, но света будет маловато и поэтому я всегда так делаю, ну конечно же весной это все уберется и будет уже туман, а может быть так останется, посмотрим как, ну убирать это однозначно, на весну скорее всего, на следующую осень опять будет прикручиваться а перед укрытием не надо пролить там получше, нет сейчас погода хорошая стоит, все сырое, все нормально, не надо ничего проливать, ноябрь месяц, там через неделю где-то примерно начнутся уже морозы, поэтому спокойно укрывайте, я думаю все нормально будет и уже можно туда не заглядывать, не беспокоиться, ну по крайней мере я так делаю, я закрыл и все и забыл про нее, я уже не буду заглядывать до апреля месяца, может быть до марта, а потом сетку просто на бок сделаю и начну поливать ее сразу же в марте месяце, уже надо будет поливать, где-то что-то при выдавит, где-то что-то надо будет придавить, в общем вот такая вот конструкция для выращивания черенков хвойных растений, туи, итак уважаемые друзья, мы накрыли сеткой наши черенки, ну чувствуют они себя довольно таки хорошо, сверху сетка снята, если будет снег, я думаю будет скатываться весь, какой попадет на них ничего страшного нет в этом, главное чтобы в мороз не попадали на них прямые лучи солнца, сетка двойная, так что какой прибивал я и степлером, выдержит, не выдержит, посмотрим, будем снимать, ну как чувствуют они себя, я думаю уютно, здесь можно посмотреть, завтра обещают дождь, через сетку дождь будет проходить, поэтому они будут постоянно влажные, ну а дальше будет смотреть, что с ними делать, про черенки я сниму зимой, тоже посмотрим, что это с этой сеткой, оттуда очень сильный ветер, но я думаю там две сетки, три даже, все равно задувает, если бы мы укрыли это, например, чем-нибудь поплотнее, то ветер бы через нее не проходил и ее бы оторвало, как это случилось у нас в прошлом году, ну на этом уважаемые друзья, все, с вами был Евгений Филимонов, подписывайтесь на канал, всего доброго, удачи, вы были на канале питомника Хвойный дворик я приходила субтитры, как вы пон Субтитры подогнал «Симон»